ДТП на зебре. Под колеса автомобиля попал подросток. Как чувствует себя несовершеннолетний? Ответил на волнующие вопросы. Военком встретился с родителями призывников. Есть ли дедовщина в современной армии? И имена счастливчиков определены. Подведены итоги отборочного этапа турнира «Умножая таланты». Кто поедет на каникулах в Санкт-Петербург? В ноябрьске в ДТП пострадал подросток. Это случилось вечером в воскресенье на нерегулируемом пешеходном переходе. На улице энтузиастов водитель автомобиля Иш сбил 17-летнего парня. После ДТП пострадавшего доставили в травмпункт, но госпитализация ему не потребовалась. Это уже не первый случай, когда под колесами автомобиля оказываются несовершеннолетние. Так, например, в сентябре в аварии пострадал 16-летний молодой человек. Он увлекся своим смартфоном и не заметил, что начал переходить дорогу на красный свет. Примерно на середине пути осознал свою ошибку и бросился обратно, где в итоге попал под колеса проезжающего автомобиля. На Ямале продолжается призывная кампания. Она стартовала 4 октября. Сначала молодые люди проходят медкомиссию. Призывников осматривают 8 врачей. Это окулист, стоматолог, терапевт, хирург, дерматолог, невропатолог, психиатр и отоларинголог. А с 1 ноября начнет работать призывная комиссия. Там парням будут озвучивать результаты медосмотра и сообщать, в какие войска они отправятся служить. Всего из ноябрьска в армию уйдут около 200 молодых людей. С этого года вступили в силу сразу несколько изменений в закон о воинской обязанности и военной службе. Во-первых, студенты СУЗов получили отсрочку от армии до конца обучения. Ранее они призывались на службу по достижению 20-летнего возраста. Во-вторых, теперь выпускники среднеспециальных учебных заведений могут вместо срочной службы пойти служить по контракту. Ранее такой выбор предоставлялся только выпускникам вузов. Таким образом реализуется указ президента страны, который направлен на совершенствование системы комплектования вооруженных сил. Первый шаг это, конечно же, обратиться в пункт отбора, либо представителю, то есть ко мне, написать заявление. Он собирает документы, проходит также в медкомиссию, проходит профессионально-психологические тестирования, сдает физкультуру и затем подается в проект приказа стать секретарем министра обороны и уже ждем приказа, а потом отправляется в часть. Традиционно у призывников и их родителей много вопросов о предстоящей службе. Получить на них ответы они смогли во Дворце молодежи. Там прошла встреча с военным комиссаром городов Ноябрьской Муравленко, председателем врачебной комиссии и общественниками. Подробности расскажет Екатерина Бруцкая. Служить родине это осознанный выбор Дениса Михайличенко. Ему 22, за плечами диплом специалиста, работа в Тюмени и поступление в магистратуру. В армию идет охотно, в прошлом спортсмен, мечтает попасть в ВДВ. Страхов никаких нет, ну только смущает, что очень долго, все-таки целый год надо будет находиться вдалеке от дома. А так, не переживаю, страхов никаких нет. Я готовил себя еще со второго курса. Я знал, что у меня, я полностью здоров, знал, что придется служить в армии. Со второго курса себя готовил, поэтому к службе отношусь положительно. Магистратура подождет. В Тюменском университете Денис решил взять академ. А в родном городе его будут ждать девушка, друзья и родители. Чтобы развеять ненужные страхи, мама и папа пришли на встречу с военным комиссаром. Как любая мама, я волнуюсь за своего сына. Я думаю, это нормальное явление для каждой матери, имеющая мальчишку. Меня интересуют, какие войска, какие города будет призыв. Как сообщил Владимир Миренский, география службы обширная. Основная масса отправится в сухопутные войска. В целом, ямальцам открыты все возможные. Поэтому тут все будет зависеть от здоровья призывника. Первым делом на встречу военный комиссар успокоил родителей. По его словам, когда срок службы один год, гидовщины быть не может. Деды, как там называют, это те, которые пришли на службу в мае, в июне. Или некоторые даже в июле. У этого деда еще, извините, пирожки мамы еще не высохли, еще не помыл. Какой там дед? Он сейчас сам смотрит такими удивленными, как навороченный на мир, так и он. На все это. Какие там могут быть сейчас деды? Сейчас призывники проходят медосмотры. Председатель окружной врачебной комиссии Ямала сообщил, что чаще всего северяне получают отметку негоден по причине психических заболеваний. Чаще всего по Ноябрьску встречалась болезнь органов дыхания и болезнь пищеварительной системы. По Ямалу в целом психические заболевания. На втором месте болезни сердца. Призывная комиссия начнет работу 1 ноября. До этого момента молодым людям необходимо пройти вакцинацию от вирусных инфекций. Уже отправляясь в армию, на сборный пункт нужно будет прийти одетым по сезону с документами, включая водительское удостоверение. Жидкости в дороге запрещены. Также специалисты не советуют брать с собой еду. Всех ребят обещают накормить в вагоне-ресторане. Также Владимир Миренский отметил, что много денег с собой брать не нужно. Двух-трех тысяч рублей будет достаточно. Екатерина Бруцкая, Александр Иванов, ноябрь 24. Россияне стали значительно меньше курить. Об этом говорят данные последнего исследования, проведенного среди жителей страны. Если в 2013 году потребителями табачной продукции называли себя 40% россиян, то в 2017 таковыми себя считают только 26%. По-прежнему обладателями вредной привычки являются в основном мужчины, но и среди них наметилась тенденция к снижению количества зависимых. Авторы социологического опроса считают, что это связано с принятием в 2013 году закона, ограничивающего курение в общественных местах. Повлияла на популяризацию здорового образа жизни и ценовая политика. За пять лет средняя стоимость пачки сигарет выросла почти в два раза. Вы сами можете наблюдать, что людей, курящих на улице, практически не видно. В ресторанах, кафе их нет. И люди вынуждены, конечно, это не совсем гуманно и не совсем справедливо по отношению к курящей части населения, что их вот так вот раз и привели к такому состоянию, просто запретили. Но так или иначе это дало свои плоды. Курящих людей становится меньше и люди все больше задумываются о том, чтобы бросить курить. Купить спиртные напитки в онлайн-магазине не получится. Министерство здравоохранения России не одобрило законопроект Минфина о легализации торговли алкоголем через интернет. Об этом пишет «Известия». Дело в том, что законопроект не предусматривает способы проверки возраста покупателя. То есть забрать товар может любой клиент, который предъявит квитанцию об оформлении заказа. Помимо этого, подобный законопроект идет вразрез с госполитикой, направленной на сокращение потребления алкоголя в стране. В российских школах, в том числе и в ноябрьских, сегодня прошел урок безопасности в интернете. На занятиях дети узнали, как защитить свои персональные данные, совершать безопасные покупки в онлайн-магазинах, а также научились анализировать правдивость и достоверность информации в интернете. Учащимся также рассказали о кибербуллинге, говоря проще интернет-травле и троллинге. Это преследование в социальных сетях. Проведение единого урока безопасности не новшества для российских школ, он проходит уже в четвертый раз. В рамках классного часа обсуждаются такие вопросы, как безопасное общение с незнакомыми людьми в сети интернет, о недопустимости распространения персональных данных в сети интернет, а также о наличии социальных групп деструктивной направленности. Целью мероприятия является показать ребятам, что интернет – это не главное увлечение их жизни, что намного интереснее живое общение, реальное общение, занятие спортом, прогулки и другие виды активной деятельности. Завершился школьный этап Всероссийской Олимпиады. Он проходил с 11 по 27 октября. В первый день школьного этапа учащиеся проверяли свои знания по химии, а в заключительной – в пятницу по биологии. Всего Олимпиады проводятся по 21 общеобразовательному предмету. Участвовать в первом этапе Всероссийской Олимпиады по желанию могли учащиеся с 5 по 11 классы. Общие списки участников муниципального этапа Олимпиады будут составлены в начале ноября на основании результатов школьного. Муниципальный этап Всероссийской Олимпиады будет проходить с 14 ноября по 2 декабря. На каникулах планируется большая обширная программа для подготовки участия во Всероссийской Олимпиаде школьников. Это будут проходить интенсивные тренинги по математике, русскому языку, литературе, историю, общество, знанию. В это время ребята выезжают у нас и в каникулярные школы, которые организуют ведущие вузы на своих площадках. Имена счастливчиков определены. Подведены итоги отборочного этапа турнира «Умножая таланты». Интеллектуальный конкурс для школьников третий год проводит компания «Газпромнефть». Участники – старшеклассники из городов присутствия компании. От ноябрьска в финал прошли две команды из 13-й и 7-й школ. Мы встретились с участниками одной из них и узнали, как ребята готовились к престижному конкурсу. Подробности далее. Игорь Коробецкий, Илья Киреев, Михаил Бутурин. Теперь не просто десятиклассники из 7-й школы, они команда «Ямал Голд». Парни стали финалистами интеллектуального турнира «Умножая таланты». Его в рамках реализации программы социальных инвестиций «Родные города» проводит компания «Газпромнефть». Рассказал ребятам про престижный турнир и предложил поучаствовать учитель физики Алексей Еланцев. Старшеклассники долго не размышляли, ведь это отличный шанс узнать много новой полезной информации, проверить свои интеллектуальные способности и определиться с выбором будущей профессии. Не за горами выпуск из школы, и, возможно, именно нефтянка станет делом всей жизни. Основные трудности были в том, что там задания на профессиональном уровне, которые не даются в рамках школы. А поучаствовать решили, потому что все собираемся сдавать физику как профиль, и это одна из вариантов будущей профессии, идет как нефтяник. Зарегистрироваться на сайте турнира надо было до начала октября. Потом участникам присылали задания. Задачи серьезные, поактуальные для нефтегазовой отрасли, проблематики. Ухудшилась нефтеотдача. На этом месторождении взяли три различные пробы грунта, пластов этого месторождения. После лабораторных исследований данных образцов было обозначено то, что проблема в коллекторах и их внешних свойствах. Мы пришли к поводу того, что это месторождение целесообразно разрабатывать. при применении различных методов улучшения нефтеотдачи. А до того, как ответ был получен, две недели научно-исследовательской работы. Книги, в которых тысячи страниц, методички, бескрайние просторы интернета и расчеты. Погружение в нефтегазовую отрасль получилось серьезным. Цель всего лишь одна. А вот это, что у нас здесь есть, это будут задачи уже. Поэтому тот сайт, который у нас есть в Черновике, мы его наоборот сюда переместим. Учитель Алексей Еланцев – наставник и главный консультант ребят. Он подсказывал, как и в каком направлении двигаться при подготовке проекта. Теперь, когда все расчеты сделаны, а сам проект уже отобран как один из лучших, расслабляться еще рано. Впереди финал турнира. Обосновать правильность своего решения предстоит перед экспертами научно-технического центра «Газпромнефти». Сейчас осталось правильно из всего объема материала, который есть, а его очень много на самом деле, создать презентацию и доклад. По времени уложиться с докладом нужно в 10 минут. И презентация должна содержать не более 10 слайдов. Финал турнира, умножая таланты, пройдет в Санкт-Петербурге на осенних каникулах. Из 2 366 участников отобраны 78. 13 команд в старшей секции, столько же в младшей. В северной столице ребят ждет насыщенная программа. Они посетят научно-технический центр «Газпромнефти» и ведущие вузы. Прослушают лекции и примут участие в тренингах. И, конечно, посмотрят достопримечательности Санкт-Петербурга. Проезд и пребывание для финалистов интеллектуального турнира, умножая таланты, бесплатные. Эти финансовые расходы за счет компании. Мы в турнире, мы на первом месте в городе. И обогнали одну команду на один балл. Вот, не знаю, у ребят, наверное, тоже были такие эмоции большие, но я не знаю, я прыгал от радости. В Питер еду, вот это да. Ребята из команды «Ямал Голд» уже сделали хороший вклад в свое будущее. С этого года ученики 10-11 классов, прошедшие финал турнира, получат дополнительные баллы при поступлении на технические специальности в Санкт-Петербургский политехнический университет. Ольга Попова, Виталий Харченко, ноябрь 24. Депутат Государственной Думы Владимир Пушкарев встретился с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Грандиозное событие проходило в Сочи с 14 по 22 октября и собрало на одной площадке около 30 тысяч молодых активистов из 180 стран мира. Наш округ представляли 29 участников, из них 9 человек из Ноябрьска. Это работающая молодежь, предприниматели, лидеры общественных движений. Они поделились с депутатом своими впечатлениями о прошедшем мероприятии. У нас очень было много площадок и культурных, и культурно-массовых мероприятий, как я уже говорила, дискуссий, встреч. Также, например, мне очень заполнился режиссер Меньшов, который представлял свой фильм «Москва слезам не верит» и рассказывал, как в принципе снимался фильм, как подбирал он актеров. Это один из моих самых любимых фильмов советских, поэтому мне было тоже очень интересно послушать его. Я увидел, что ребята на самом деле окунулись в атмосферу такого творчества, общения, знакомств, и они много для себя подчеркнули нового, что-то интересного. И это, конечно, пригодится здесь дома, вернувшись сюда. И, скажем, тот опыт, который они прибыли, он обязательно в жизни пригодится. Зрители аплодировали стоя. Премьера спектакля «Алиса в стране чудес» прошла с аншлагом. Это не конец нашей сказки. Это только ее начало. Это первое в ноябрьске представление, в котором главные актеры – дети с особенностями развития. Спектакль поставила общественная организация «Солнечный круг». Выступление готовили на протяжении месяца. В основе всем известное произведение «Алиса в стране чудес», правда, в новой интерпретации. На сцену вместе с необычными актерами вышли их родители, а также волонтеры. Помощники были в черном, чтобы не отвлекать внимание от главных артистов. В итоге представление удалось, и зрители спектаклем остались довольны. В конце этой недели россиян ждут трехдневные выходные. Это связано с празднованием Всероссийского дня народного единства, которое отметим 4 ноября. Это будет суббота, поэтому, согласно Трудовому кодексу, нерабочим становится будний день, следующий за выходным. Таким образом, мы будем отдыхать 4, 5 и 6 ноября. Это последние длинные выходные в этом году. Следующие десятидневные каникулы будут у россиян в связи с празднованием нового года. Эфир телеканала продолжит прогноз погоды. Не переключайтесь.